Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 12 октября. Сегодня я начала снимать, не снимать, а поднимать с архива прошлогодние луковые серии. У меня видеоролики. И хочу повторить, потому что у нас стоит погода теплая. Я еще не сажу, а кому-то уже пора садить. И вот очень интересный ролик прошлогодний под названием «Пора садить лук под зиму». Тут и через какое расстояние садить лук, и как отбирать мелкие и крупные. Я хочу еще раз его повторить. Еще раз повторяю, что многие не могут найти в огромном количестве видеороликов нужные ролики. А сейчас луковая серия очень нужна. Кто-то, может быть, захочет посеять лук под зиму, попробовать. Очень хороший способ. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Но пока вы на себе не попробуете, вы ничего не узнаете. Все. Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 27 сентября, и уже действительно пришла пора поговорить о посеве лука. И кому-то уже пора выйти посадить лук. Поэтому я хотела завтра или послезавтра выйти на улицу, сделать грядку, а потом все рассказать. Но потом подумала, тут вот девочки волнуются. Прочитала, Марина написала сообщение, скорее расскажите. Потом Наталья Кистяева. Ну, тоже интересуется, когда, как садить лук. И я решила, что кто не хочет меня ждать, я сейчас заранее все это расскажу, покажу. А там на улице, ну там, я же вам не буду показывать, как я копаю грядку. Я обычно уже показываю на готовое. Я сейчас вот всю теорию дам, потому что уже пришла, пора садить лук. Начнем с того, что... Зачем и кому лучше всего садить лук под зиму? Я сажу лук под зиму, потому что я вижу в этом свои преимущества, я об этом уже говорила. Весной, когда пора горячая, когда много работы, когда с рассадой возимся, там посевы, копать другие грядки, надо все делать в лунке. Лук, когда уже посажен осенью, то руки развязаны, хотя бы не садить лук. Лук мы осенью, если посадим, то весной освобождает свободное время. Это вот первое преимущество. Еще одно, смотрите, я вот сейчас купила, я покупаю в магазине вот этот лук-севок. Если мы покупаем весной вот такой крупный севок, я раз или два всего посадила, мне не понравилось. В килограмме очень мало луковиц, и получается грядочка небольшая. А вот эти маленькие луковички, сейчас мы подойдем к ним поближе. Вот видите, вот эти совсем-совсем крошки, они невесомые. Вот здесь вот, например, всего 300 грамм. Тут можно посадить пол грядки лука. И вот из этих крохотулик вырастает полноценная, здоровая луковица, репка. Потому что он вырастет раньше, он начнет раньше, будет во влажной земле, ему достаточно весной влаги. Потом, когда будет сухо, у него уже будет большая корневая система, он уже окрепнет и вглубь углубится. И его не так часто нужно будет поливать, потому что из-за чего не образуется большая репочка лук у нас. Потому что мы не успеваем иногда поливать, и когда наступает жаркий период, в начале, в ранней весной, когда ему нужен полив, он в полусухой земле сидит, и у него не формируется вот эта репка. Поливы потом надо прекращать, ну как уменьшать, когда уже большая луковица. Но вот в первый период ему нужен хороший полив, ему нужна очень влажная земля. А мы, некоторые из нас грешат тем, что они немножко упустят время посадки лука весной, садят в сухую, горячую землю, и потом, ну не могут им обеспечить вот такой влажности, какой им нужно. Поэтому вот это еще одно преимущество посева под зиму, что он у нас пробуждается во влажной земле, и вот эта снеговая вода, которая в земле, она долго его питает. Он уже большую луковицу успевает сформировать вот в этой весенней влаге. Потом еще, все знают, что под зимой лук, он вырастает раньше, он начинает быстрее расти, и у него до появления насекомых-вредителей он уже окрепнет, у него такое грубое делается перо, уже не такое молодое, как у тех, которые, те вот, которые мы весной садим, они только-только вылазят, вот эти былинки, и тут уже раз, и луковая муха, и все на свете. А у этих уже будут такие плотные перья, и они как бы не на 100%, конечно, но все равно они менее восприимчивые, до них меньше нападают вот эти вредители. Зачем они будут грызть вот эти грубые перья, когда есть молодые нежненькие перышки, вот тех людей, которые посадили весной, они к тем полетят грызть? И они, так как они закалятся за зиму, весной, вот этот вот перепад температур, они менее восприимчивы к заболеваниям, он, короче, крепче, он выносливее, он уже все пройдет, как говорится, с самой осени и до весны, там уже будет и мороз, и все. И вот этот лук, он раньше вызревает, он лучше хранится. Вы его в августе уберете, на это место можно будет еще что-то посеять, второй урожай. Но сейчас начнем подробно. Вот это я рассказала, преимущества такие. Еще, смотрите, если вы выращиваете сами, например, вот сняли вот эту вот, вот такие маленькие, они до весны обычно не хранятся в домашних условиях. Вот это засохнет, вот это засохнет. Вы знаете, что вот этот севок, он останется только крупной, мелочь, она вся будет пустая. Она так и так погибнет. Поэтому есть резон посадить самые мелкие весной. Если вы выращиваете свой вот этот севок, то можно разделить мелочь от сев, посадить под зиму осенью. Я сказала посадить весной, наверное, говорилось. Есть резон посадить под зиму осенью, а на весну оставить вот эти крупные. Но я сама не выращиваю, я раньше выращивала, сейчас у меня нет места, у меня все везде томаты. Я покупаю в магазине, вижу экономическую выгоду, потому что вот купишь вот этих малышей на грядку, там килограмм, ну от силы полтора и очень-очень много можно лука засадить. Все, садим под зиму, этим мы обеспечиваем себе много преимуществ. Сейчас мы делаем грядку. А срок, давайте о сроках посева сначала. Вот самая-самая большая трудность найти дату, высчитать срок посева. Это вот такая тонкая грань. Вот я сажу, один год садила 24 сентября, один год 29 сентября. Но у меня как раз, наверное, в мой день рождения 29 сентября придется еще и лук мне садить. Сейчас, ой-ой-ой, придется потерпеть, мне не дойти до туда. Зависит от региона. Вот для центрального, как средняя полоса России, или как она называется, сроки с начала октября и до числа 15-го, 20-го, но все зависит от погоды. У нас в сибирском регионе мы садим, мы все делаем на неделю или на 10 дней раньше, но если зимний посев, а если весенний позже, то нам надо неделю от их срока отступать. Я, например, завтра, что, 28-е, завтра уже могу посадить. Но вы для себя должны знать, что, как мы садим лук? Мы должны посадить, он должен успеть укорениться, пустить корни, но не успеть выпустить зеленое перо. Иначе зимой оно обмерзнет, погибнет. И вот поэтому, смотрите на прогноз погоды, я почему нынче так задержала, у нас сейчас пришло вот этот теплый период, и я боюсь, что если сильно рано его посадить, вот если бы вчера или позавчера посадила, он прорастает буквально 3-4-5 дней. Он укоренится, и он может выпустить зеленое перо. Мне это не нужно, я его сажу под зиму, перо должно остаться на месте, он должен просто схватиться корнями за землю, укоренится, все. Поэтому я нынче, исходя из погодных условий, решила садить в конце сентября. Вот завтра сделаю грядку, а послезавтра или даже 30-го я его посажу. И вы каждый срок, он не единый, он у каждого региона свой, и еще он зависит от погоды. Поэтому, если вы живете в более теплом регионе, вам нужно еще позже садить. Может быть даже в конце октября, я не знаю, как у кого, как, спрашивайте у старожилов, кто вот у соседей, кто давно занимается подзимым посевом. Это самое важное, научитесь высчитывать вот эти сроки посева, у вас будет хороший урожай лука. Нельзя садить рано, но и нельзя опаздывать. Если вы посадите поздно, не успеет корни пустить, луковицы могут замерзнуть. А остальное все так же. Делаем грядку, грядку выбираем место освещенное, чтобы оно целый день было на солнце. Потому что лук очень солнцелюбивый, в тени он вытягивается, у него истончается перо и будет маленькая головка. Ширина обычно я делаю метровую, высоту я сильно не поднимаю, почти вровень просто перекопаю, дорожку протопчу и все. Конечно, очистить все. Некоторые проливают медным купоросом, дезинфицируют. Я этого не делаю, но если вы хотите, чтобы у вас была вообще чистая грядка, чтобы лук вообще ничем не болел грибковым, то делают одну столовую ложку на ведро воды 10-литровая и вот на 1 квадратный метр 2 литра. То есть этого ведра хватит на 5 квадратных метров. Ну короче делают так, ложку столовую в ведре воды растворяют и проливают всю грядку, все. Проливают всю грядку, потом какие добавки? Я добавляю только перегной. Я вот прошу мужа или сына, они мне на 1 квадратный метр 1 ведро, через метр-полтора еще одно. Потом я разравниваю, все это перекапываю на второй раз, все перемешиваю. Но вот в некоторых справочниках специалисты пишут, что нужно добавлять суперфосфат. 2 столовые ложки на метр квадратный. Я, если честно, не добавляю. Но добавлять можно, потому что он суперфосфат, это осеннее удобрение, оно не повредит. Если кому-то вообще приемлемо это, добавлять фабричные удобрения, то добавляйте суперфосфат. Кто хочет выращивать вообще без минеральных удобрений, значит не добавляйте. Это личное дело каждого. Я сразу говорю, я не добавляю, не потому что я вообще не использую, я вообще использую. Просто растет без этого и растет, значит я считаю, что это не очень нужно. Потом, вот когда мы грядку сделаем, нужно все это разровнять и сделать бороздки. Между бороздками 15 сантиметров. Глубина примерно 5 сантиметров. И вот этот сивок мы раскладываем в эти бороздки. Через 3, через 4 сантиметра. И вот сверху эти бороздки я уже никогда не присыпаю землей, а присыпаю только перегноем, потому что он пушистый. Почему я это делаю? Потому что за зиму, под тяжестью снега, земля спрессовывается и она может образовываться. Не у всех же у нас земля как пух, такая вот прям пушистая. Она может спрессоваться и вот такие вот маленькие крошечные луковички, они могут весной не пробиться. Но они пробьются, но будут долго пробиваться. Поэтому я советую все-таки чем-то пушистым присыпать. Перегноем или вот в книгах пишут торфоперегнойная смесь. Но у нас торфа нет и никогда не было. Вот мы именно вот этот перегной или из компостных куч можно использовать старый. Вот я животного происхождения, перегной 3-4 летний у меня куча лежит. Он уже как земля, но уже земля пушистая и такая пористая, рыхлая. Потом, когда я присыплю эти бороздки перегноем, сверху, именно в этом месте, где луковицы посажены, я еще насыпаю вот такой слой перегноя, именно вот так вот, как гряд, ну как бороздками, полосками, чтобы над самой луковицей было не только вот этот слой, но еще как нахлобучка, шапочка такая. Ну и конечно, если вы живете в холодных регионах, то от заморозков все это можно мульчировать. Есть и опилки слоя, ложат слоем 3-4-5 сантиметров. Это сохраняет от вымерзания. Весной потом эту подстилку сгребают и убирают ее куда-то и все. Потом можно набросать дополнительно зимой снега, если у вас рядом с домом грядка. Можно просто вот эту сверху всю ботву, сухие листья, все для утепления. Но вы понимаете, если, например, у вас регион холодный, если есть опасность вымерзания, нагребайте все туда, накладывайте. И еще хочу посоветовать, я вот, например, высаживаю почаще вот этих вот всех малышей. Я прям часто-часто сажу. Если когда, например, какие-то вымерзнут луковицы, то их все равно остается много, это во-первых. А во-вторых, вот эти, которые часто взойдут, мы весной всегда прореживаем. Мы употребляем этот лук на зелень. Так что вот этот вот недорогой, он сейчас у нас стоит килограмм 150 рублей всего. Представьте, вот здесь 300 грамм у меня. Можно на 150 рублей столько купить лука вырастить, почаще его посадить. Но только не забывайте весной, ну, когда он, ну, там, 5-7-10 сантиметров начнет зелень. Ну, не 10, наверное, 12. Ну, как увидите, что уже товарный вид это зеленое перо принимает. Нужно прореживать, чтобы все-таки в конце концов осталось между ними такое расстояние, чтобы полноценная сформировалась луковичка. А так ничего сложного. Я вот завтра сделаю грядку, я постараюсь потом, конечно, показать. Просто сейчас у меня время такое, что я вот все семена, 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 семена у меня. И я на улице подробно вам не смогу показать все. У меня внук разбил штатив, я уже говорила, я так и не отремонтировала его. А с руки сильно там не покажешь. Я когда грядку сделаю, как именно я сажу, я покажу. Ну, главное знать теорию. Я сейчас всю теорию вам выложила, все. Садите, утепляйте. Ну что, хотите дезинфицируйте, хотите нет. Хотите удобрения, суперфосфат, ложите, хотите нет. Это личное дело каждого. И самое главное, нужно один-два раза попробовать, именно вот по срокам. Посадить пораньше, посадить попозже. И вы сами поймете, какой срок для вас идеально подходит. Вот у меня, например, конец сентября, первые числа октября. У меня вот идеальный срок. Я живу в сибирском регионе, в Алтайском крае. Кто-то живет, кто в Подмосковье. Говорят, что до середины октября они садят. Но я боюсь запускать такие сроки, потому что я один раз ждала, вроде тепло, тепло. А потом раз, выпал снег и все. И я потом горячей водой проливала грядки, чтобы снег, ну как растаял, расковыривала, туда их садила. Он, конечно, вырос, но весной ему затруднительно выходить, потому что я садила вот в эту, в квашню, в эту, ну как, в такую, в кашеобразную землю. Она вся вот так склеклась. Сроки упускать плохо. Ладно, не буду вас долго задерживать. И так уже 15 минут говорю без остановки. Если кому-то что-то непонятно, вы сегодня-завтра еще бросьте в комментарии мне вопросы. Я пойду, когда садить, и на эти вопросы постараюсь вам ответить. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Это разговор на тему подготовка лукосев как посевом. Все, что мы делаем весной, все эти обработки, всякие там одним, другим, третьим, под зиму обычно это ничего не делают, потому что промерзание это одно из способов дезинфекции вот этих луковичек. Я когда сажу зимой, я уже ни в чем, ни в марганцовке, ни в каких солевых растворах, нигде его не держу. Просто сухую не обрезаем. Мы если весной обрезаем, у нас длительная весной подготовка, то под зиму ничего этого не делаем. Не нужно обрезать. Посмотрели визуально, нет гнилых. Если есть гнилые, откинули. Нет гнилых, остальные все садим. Садим так же, сначала мелкие, потом средние, потом крупные, чтобы они не забивали друг друга, чтобы если маленькие луковички, так это был ряд маленьких луковичек. Ну как, не надо вперемешку, потому что если посадите такую большую, вот такую малыша, большая разрастется, малышу жизни не даст. Все, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok